Девушки отдыхают Он был не русский, из армян, с деревни, из народа, а Гван Тиграныч Григориан, 26-го года. Он был герой и ветеран, такой, что прямо из книжки, для всех, а я ему кидал за шиворот ледышки. Я про войну все с детства знал, ведь дед без всякой лажи мне каждый день преподавал с тарелкой манной каши. Все было так. Он мирно пас овец у Арарата. И вдруг взяла, пошла на нас немецкая армада, чтобы ни русских, ни армян здесь не было в природе. Но тут подъехал дед Агван, и он был резко против. Подъехал, правда, не один. Стекались, словно реки туда, и тысячи грузин, казахи и узбеки. Разноязыкою толпой они в окопы сели. И в тех окопах всей курьбой мгновенно обрусели. Вместо овец на этот раз другие были звери. И дед в прицел свой, тигр и пас, крутил хвоста пантере. По-русски с ним общение шло сперва не идеально. Но фразу «башню сорвало» он понимал буквально. Я с дедом мог тарелки три съедать той самой каши, внимая, как они пошли на запад пешим маршем, и, как всегда, в который раз в итоге накидали, а дальше шел такой рассказ, как в слезном сериале. Берлин. Апрель. Земля дрожит. Снаряды, пули градом. И дед по улице бежит с трофейным автоматом. Кругом разбитые дома, как гор кавказских гребней. С собой у деда пять гранат. Вдруг, глядь, на куче щебня. Лежит, скулит от страшных ран, один, как щепка в шторме. Такой же, как и он. Пацан, но лишь в немецкой форме. И тыщет деду на окно, руками объясняет, что он у дома своего лежит и помирает, что там родители его, что он берлинский, местный. Его войною домило до своего подъезда. И дед, повер своих поклажь, хоть был не сильный самый, взвалил его и на этаж, туда, где папа с мамой, где взрывом балку повело, где теплится лампада. Встречайте, фрау, своего немецкого солдата. Дед, говоря про этот миг, вдруг сразу изменялся. Про страшный материнский крик, про то, как там остался. Как в кухне, где горел шандал, воды ему нагрели. Как с грязью ненависть смывал за годы и недели. Как спал на белых простынях среди войны и ада. И видел сны о мирных днях в долине Арарата. Как утром снова он пошел к победной близкой дате. Услышав сзади, Дэн Кишон, ответив им, прощайте. Тут я перебивал всегда, дослушивал едва ли. Дедуня, что за ерунда? Давай, как вы стреляли. Давай, как ты горел в огне, чуть не погиб на мине. Неинтересно было мне про простыни в Берлине. Но дед чего-то замолкал. Шел за добавкой каши. И кашу снова в рот толкал, Чтоб стал быстрее я старше. Его уж нет, а я большой. И вдруг я докумекал. В тот день был самый главный бой За звание человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok